Ну, Гомер. Ну, Гомер. Ну, который... И не знаете никого. Вы никогда не читали, да, его произведение? Нет. Ну, это порнография в книге. Со всеми вытекающими, да? Тутти-фрути, скажем так. Вот вам лук от горя и разлука. Вот это рэп. Вот это рэп. Ставь лайк, если хочешь, альбом от Рустама. Следующий подвиг — это... Ой, ладно, пофиг. Короче, с подвигами все понятно, да? И еще десять. Ставь лайк, если тебе семь лет. И Ола в этот момент такая, чё? Слушайте наш подкаст и становитесь умнее. А с этого и начнем наш подкаст. С погрома. Всем привет, друзья. Привет. Привет, ребята. Привет, дорогие подписчики наши. Перед тем, как мы начнем, хотелось бы сделать небольшое объявление. С этого выпуска мы появляемся на всех платформах подкастерских. На Яндекс.Музыке... Считайте кто-нибудь. Кто-нибудь считайте. Давай, я. Я хорошо считаю. Давай. Яндекс.Музыка. Apple подкаст. Саундклауд. ВК подкаст. Анчор. Анчоус. Шесть, получается, да? Да, шесть. Ну, в общем, давайте так. Мы появились на всех площадках. Ссылки будут в описании. Чтобы вам максимально было удобно нас слушать. Не только смотреть, но и слушать. Тогда давайте начинать. Ура! Стартуем? Радуемся этому. Стартуем. Ребята, я бы сегодня хотел с вами проговорить про Древнюю Грецию. Наконец-то. Наконец-то. Наши любимые древнегреческие мифы. Древнегреческие мифы. На которых мы все выросли с вами. Да. В пятом классе. Я сегодня посмотрел. В пятом классе проходятся мифы Древней Греции. И про Геракла, конечно же. Да. Самый известный герой. Самый известный герой. Вообще, что мы знаем про мифологию греков? Так. Ну, что мы знаем? Что у Геракла еще было, как сказать, А.К. Геркулес. А.К. Да. Это когда Римская империя ассимилировала. Греческую мифологию и… У них там были свои вроде, да? Но они потом в итоге переняли греческую. А там практически все герои были просто переняты. Геракл, если кто-то не знал, это Геркулес. Зевс, Юпитер. Зевс, Юпитер. Марс — это Арес, бог войны. Там по планетам дальше. Да. Там дальше. Венера — это Афродита. Афродита. Афродита, богиня любви. Вообще, это самые крутые мифы, мне кажется, которые существуют по сей день. Они, во-первых, лучше всего сохранились, ну, по ощущениям, да, потому что со скандинавской мифологией там как было? Там были песни, и эти песни уже как-то перевели. Они стали непопулярны и забыли их все. Да. Не, ну их просто, грубо говоря, их структурировали из песен. А в греческой там все было прописано. Писал Гомер. А, ну, конечно. Гомер. Не Симпсон. Просто Гомер. Ну, Гомер. Ну, Гомер. Ну, который... Который Илиаду написал, Одиссею написал. Вот это все. Оттуда взял. Это потом уже. Потом снялся в мультике. Потом снялся в мультике. А прикинь, он реально так выглядел. Вполне может быть, кстати. Мужик такой. По-моему, есть, по-моему, фотка. Не фотка, а скульптура. Скульптура Гомера. Если она есть, она появилась здесь. Если ее нет, появился просто Гомер Симпсонов. Если ее нет, то ты просто руку так сделал. Ну, может и так. Надеюсь, что нет. Давайте тогда поговорим вообще о том, как устроена мифология греческая. В общем, есть такая гора Олимп. Так. И на ней живут боги. Зевс — это верховный бог. Бог грома и молнии. Это, короче, Олимпийский Тор. Олимпийский Тор. Кстати, прикольно, да, вот это все переплетается. То есть самые фундаментальные стихии, ну, там, молния, гром, гремит, все. Их приписывают... Богам. Да, качеством верховного бога. А, типа, это самое. Самое крутое. Ну, да, ну, правда. Ген-Дир. Генеральный директор богов. ООО Олимп. Он, реально, с бородой такой сидит там. Вот. Ну, соответственно, остальные боги все под ним, собственно говоря, ходили. Но греческая мифология славится не только богами, но и героями. А герои, как правило, это дети богов. Полубоги. Полубоги, да. Это говорит о том, что в какой-то момент богам становилось скучно. Они спускались с горы к людям на землю, одевали макосины и шли знакомиться с девчонками. Да вообще вся мифология, по-моему, построена на том, как Зевс там погулял где-то и там пошло дело. Да, совершенно верно. И вот в какой-то момент Зевс сидит на Олимпе. Скучно стало. Все, в шашки поиграл. Стало скучно. На Олимпе уже неинтересно. Да. И он, значит, начал с Олимп смотреть вниз на землю, что там происходит. И он заметил одну девушку. Блин, у него было суперзрение вообще. У него было суперзрение. Он мог с горы видеть, что происходит на земле. И он увидел очень красивую девушку, которую звали Алкмена. На тот момент в Греции она была самой красивой женщиной из всех. Он ее увидел. И такой... Норм, девчонка. Норм. Надо познакомиться. Но дело в том, что она была замужем. Ага. Она была замужем. И Зевс, он же верховный бог. Он посмотрел, когда ее муж уйдет на... В командировку? В командировку уедет. На бои, да? Как тогда? Пицца. Ну, в Саратов он уезжает в командировку. Не знаю, зачем. Бухгалтером он работает. Такая военная деятельность. Да. Его звали Амфитрион. Амфитрион. Прикольно. Но он точно какой-то бухгалтер. Это человек, который отвечает за амфоры. Амфитрион. Амфитрион. В общем, на самом деле он уезжает на войну. Ну, уходит воевать. И в этот момент Зевс спускается на землю. И начинает подкатывать калкменя. Слушай, вот он, по идее, бог, да? Но он бздит человека. Типа, ну, если бы я был богом, я бы пришел. И я такой, типа, я Зевс. Иди в другую комнату. Типа, что ты мне сделаешь? Я мэр. Вот из этого разряда. Да, да, да. Мэр! Безнаказанность же у них полная вообще, по идее, была. А у них еще, я так понимаю, если не ошибаюсь, он вроде как облик вот этого человека, ее мужа принял. Да, по одной, сейчас я, давайте на оба ваши предположения отвечу, да, по одной из версий он принял его образ, и в его же образе, значит, с ней... Подкатывал. Ну, подкатывал со всеми вытекающими, да, тути-фрути, скажем так, произошло. Тути-фрути. Почему он это делал скрытно, почему он это, ну, не пришел, не сказал, я бог и все такое, потому что у Зевса была жена. А, он там, втихаря от своих тоже. Конечно, он был женат на Гере. Гера — это богиня Земли, и она тоже очень крутая и сильная. Ну, потому что она жена его. Она его жена, и она, кстати, очень ревнивая. А так как были еще до этого прецеденты... Не один? Да, с тем, как Зевс гулял. Она была, ну, такая... У нее были поводы. Колючая была. Да. Вот. Не, ну, она все равно, получается, прощала его каждый раз. Ну, да. Такой прям идеал божественного... Брака. Брака, да. Да. Мне кажется, женщины не могут это прощать. Они копят. И потом просто в какой-то момент сковородка прилетает Зевс. Слушай, на самом деле, дальше все так вот, да, видимо, действительно она копилась, копилась. Накипела. Значит, Зевс спустился, и по одной из версий, да, он спустился в образе... Амфитриона. Амфитриона, и, ну, все произошло. По другой же версии, он сначала просто в какого-то красавчика превратился, пришел, и она такая, нет, я замужем, туда-сюда, давай пока. Зевс это не устроило. Конечно, он же бог. И он дождался, пока в какой-то момент она пойдет на пруд, может, стирать там, чужично делать на пруду, стирала она. И он превратился в лебедя. О, так. Он превратился в лебедя, подкрался к ней, он такой, ой, какой красивый лебедь, и все это произошло. С лебедем. С лебедем. Есть две версии. Вторая версия глупая, да, какая-то? Ну, три тысячи лет назад какие люди жили? Мне первая больше нравится. Что он, типа, амфитрионом стал? Он же мог легко, да, как бы, ей внушить то, что это он. А он, получается, помимо того, что он бог грома, он еще и бог перевоплощения. Он вообще может превратиться в кого хочет, он же бог. Ну да. Там ничем, кстати, не ограничивается, по-моему, вот это могущество, а там вообще все, на самом деле. Были просто обязанности, типа. Ты вот за это отвечаешь. Он как жидкий металл в Терминаторе, единственное, он не может быть детонирующим устройством. Отсылочки на поп-культуру из девяностых. Я считаю, что он превратился в лебедя. Ну, пускай. Твое право, это мифы. Превратился в лебедя, а она такая, ой, какой красивый птичка. Там вот такие даже. Она еле-еле на русском говорила. Сложно было. Красивая была, но русский плохой у него. Ну, тупанула, тупанула. Да. Надо было вообще, типа, в щеночков превратиться, тогда в Сталин стопудово было сразу. В натуре. Ну, это, короче, ладно. Превратился в лебедя. Не осуждаем Зевса. Не осуждаем всех. Ее осуждаем, кстати. Ее, да. За связь с лебедем. За связь с лебедем. Некрасиво. Соответственно, после того, как она... Забеременела. Все это произошло, она забеременела. И вот тут две версии есть. По одной из версий, она уже была беременна от амфитриона. И она забеременела еще одним ребенком. Так. Это одна версия. По другой версии, она просто забеременела от Зевса. И пошло-поехало. Так. Зевс поднимается на Олимп. Довольный. Ну, догачу. Нагулялся. Все классно. Она говорит, пир будет. Сейчас будем пировать. Приходит Гера и говорит, что ты пируешь? Так и приходит. Сорплату получил? Я чувствую, как Гера мыслил. Она приходит и говорит, что ты такой довольный? А что с помадой? Я тебе 10 лет не давал, а ты что ты довольный? Чувствует же женщина, когда много. Вместе такая, что ты как-то подозрительная. А он уже выпил. Там Дионис рядом, бог вина и все такое. И алкоголизм. И алкоголизм. Они вместе сидят, квасят. Это тесть из Тюмени. Давай за него. Выбил. В трехлитровых банках, которые вино привозят. Вот это. Виктор Николаевич. Нет. Я Дионис. Только не из Тюмени. Лозанское. Из Анапы. Из Анапы. Из Анапы. Со своим. Человечек приехал с чачей. Гера не понимает. Она очень подозрительно относится к тому, что что-то пир, ни с того, ни с сего. И она говорит. Точнее, не она говорит. Зевс говорит, тост говорить буду сейчас. Сейчас взял вино, говорить буду тост. И он вычислил, когда должен родиться ребенок. Там не сложно вычислить. Плюс девять месяцев. Ну, примерно вот тогда он должен родиться. И он говорит. Ребенок, который родится в эту дату, будет править всеми людьми. На самом деле не всеми людьми, а определенным регионом. Станет царем определенного региона. То есть ему будут подчиняться все. Он будет очень крутым. Губернатором Хакасии он станет. Станет губернатором Хакасии. И Гера такая говорит. А можешь поклясться? Пообещать, что ребенок, который родится в этот день первым, станет губернатором Хакасии. Зевс такой. А что? Ну ладно, клянусь. А он пьяный уже. Пьяный, не подумал. Поклялся. Наступает этот день. И Гера, в общем, по одной из версий, она подговаривает богиню родов. Я не помню, как ее зовут. Богиня родов. Была бы отдельная. Отдельная структура была целая. Родильный комитет на Олимпе был. Она договорилась. И по первой версии два ребенка у Алкмена в животе. Она вот эту рокировочку сделала в животе. И родился первый сын Эврисфей. А, тот самый Эврисфей. Тот самый Эврисфей. По другой версии, это просто двоюродный брат Геракла. И он также родился первым. Давайте будем считать, что это двоюродный брат. Так будет проще. Да, Бриголь, кузен. То есть два ребенка в одной женщине жду. Что такое разве бывает? Такого не бывает. Это мифы какие-то. В общем, рождается двоюродный брат первым. Потому что так подстроила Гера. И Эврисфей становится царем всех Микен. А Геракл такой... Ну ок. Ну ок, просто родился. Родился он сразу крепким и муж... И накачанным. Накачанным, с бородой, все вот это. И муж Алкмена, и он сразу все понял. Как-то он догадался, что это не его... Да на него не похож просто, вот и все. Вообще не похож. И искры вот так вот. Он родился, и амфитрион все понял. И он сказал, ладно, фиг с тобой, чтобы богов не злить. Да, сделаю его своим, как это, пасынком, да, называется. Ну да, приемыш. Буду воспитывать, буду воспитывать, все будет нормально. Естественно, Зевс понимает, что его Гера перехитрила. И в какой-то момент он подзывает свою дочку Афину. Афина — это богиня умных чуваков. Справедливости, по-моему. Справедливости. Но она покровительница всех вот этих знаний, стратегий. Богиня стратегии вообще она. Нафига. Да, такая. Он ее подзывает. Афина, иди сюда. Афина, я ее представляю, она такая с жвачкой приходит. Че, пап? Ты куришь? Рыгиня такой. Да это не я курил. Там девчонки богини курили. Я рядом стоял. И он ей говорит, вот этот мальчик, ты должна за ним приглядывать. Она такая, блин, пап. Это вообще-то брат твой. Да. Ну ладно. Да хотел погулять. Да. Но я с собой его брать не буду. И она такая, ладно, все, буду приглядывать. Гера в этот же момент к новорожденному Гераклу, а ее это, ну, капец как разозлило. Она была супер ревнивая, ее это очень злило. И она подослала к нему двух змей прямо в люльку. Естественно, Геракл бы не был Гераклом, если бы он этих змей не победил. И съел. И съел, скорее всего. Но об этом не написано. Не написано. Ну, мне кажется, я думаю, что он съел, потому что, скорее всего, раз он не стал правителем Хакасии, он жил в какой-нибудь бедной семье. Он жил в нормальной семье. Нормальной семье. Алкмена у него. А они были, типа, ну, знать. Ну, не то, чтобы знать, но такие. Ну, они могли себе позволить учителей частных. Поэтому. Ну, и змей, получается. Ну, все равно съел, короче. Пусть будет, съел. Так круче. Он отбил эту атаку, и Афина смотрит, а как бы папка же сказал приглядывать. И она думает, что бы такого сделать, чтобы быстро этот вопросик с безопасностью Геракла порешать. Она приходит к своей матушке, к Гере, и говорит, мам, а можешь дать мне своего молока? И Гера такая, я тебя, вообще-то, 10 тысяч лет назад уже от груди. Там была немая сцена, как у нас сейчас. Была немая сцена. И Гера такая, ну да. В холодильнике возьми. В холодильнике. Потому что цедила. И Афина взяла молоко Геры и отпоила им Геракла. Божественное молоко. Божественное молоко. Ну, одно из верховных богинь. И впоследствии он стал бессмертным. После того, как он попил этого молока. Его, кстати, даже сначала звали не Геракл. Его звали Алкит. И только после того, как он выпил молока Геры... Он получил паспорт. Получил паспорт и стал Геракл. Переименовался. Да. Детство проходило у него очень интересно. Отчим, его получается амфитрион, был убежден, что у Геракла есть предназначение. Какое-то божественное, раз уж он такой весь крутой. И ему нужно дать вот как раз-таки хорошее образование. Но Геракл был непослушным вообще ребенком. И постоянно убегал от учителей. И в какой-то момент он учителя своего ударил. По музыке, да? По музыке, скорее всего. Не нравился он ему. Он его ударил и, ну, учитель побер. Сильный ребенок был? Сильный был ребенок. Или слабый учитель? Ну, тут одно из двух. Скорее всего, ребенок все-таки слабый. Слабый учитель музыки. Представляете, да, его такого, с чемоданчиком такой. Он пришел такой со скрипкой, и скрипку же и получил. С бычок потом. И все. Геракла отправили его под суд. Подсудное дело убийства. По малолетке. По малолетке, да. В общем, перед судьей он, когда стоял, он себя обравдал фразой. Ну, ёк, Ренмабай, ну это же музыка. И вот так оправдали. Скорее всего, так и было. Но писал про Геракла Гомер. Поэтому он себя оправдал изречением Радаманта. Я вам сейчас зачитаю. Давай. Ударенный должен возвратить удар. И его оправдали. Типа, ну пусть сдача даст. Вот так было, что ли? Я так понимаю, что там была суть в том, что учитель дал ему оплеуху. Ага. А-а-а. Это я ему сдача дал. Да. Да. После этого амфитрион посмотрел. Такой говорит, все, учителей убираем. А безопасим. Учителей убираем. Ты будешь теперь пасти пастбище. Будешь пасти овец. И Геракл стал пастухом. Не хочешь образование получать. Вот. Дворником будешь. Стал дворником. Стал дворником. Гулял. По подъездам шарохался. Стал дворником. Клейнюхал. В общем, все. Так прошла его юность и молодость. И в какой-то момент у него появилась жена. Появились дети. А Геру это вообще не устраивало. Вот он пока все время был жив. Ее это прям капец как раздражало. Потому что вот, ну, у тебя перед носом напоминание о супружеской измене. Ну да, наверное, не очень-то ей нравилось это. Не очень ей нравилось. И она в какой-то момент насылает на Геракла безумие. И он в этом безумии убивает детей. Убивает свою жену. У него восемь детей было. У него было восемь детей. Восемь! Восемь. То есть она, зараза такая, дождалась, пока побольше детей появится. Чтобы он к ним привязался, привык, полюбил. Да. И... Да? Остался бездетный. Ну это жестокая история вообще. Это жестокая история. Это очень даже сейчас будоражит. Это... Картины есть. Я вот видел картины нарисованные, где он там обезумевший. И дети его за ноги держат. Типа... Батя, остановись, да. Дед с батей. И напились и устроили всем праздник. Да, самогоночка. Ну это же получается история о мести. Просто женской мести. На самом деле... Почему я вам хочу рассказать про Геракла? Потому что это не прикольные подвиги, которые мы в школе проходили. А на самом деле это трагедия. Трагедия? Трагедия. Все 12 подвигов его. Подвиги-то ладно, а вот все, что было до и после, это по большому счету трагедия. Мы в этом будем разбираться. Я даже, если вы не против, не буду сегодня рассказывать про подвиги. О-о-о, вот это ничего себе. Давай. Листок убрал сразу. Давайте, давайте, вообще, почему он должен был их проходить, эти подвиги? Так, почему? Так как он убил жену и своих детей... Подсудное дело. Подсудное дело. Он пошел, значит, в Дельфы, каракулом, и они ему сказали, чтобы вымолить прощение, чтобы ты свой вот этот вот грех снял с души, тебе надо служить своему двоюродному брату Эврисфею. А Эврисфей был как раз королем Хакасии. Королем Хакасии, да? Король Хакасии. Он вместо Геракла стал королем Хакасии. Геракл отправляется в Хакасию к Эврисфею и говорит. А Эврисфей по сравнению с Гераклом был, вот, то есть, представьте Геракл, да? Так. С дубиной, четырехметровый человек. Огромный. Огромный, борода, вот это, красивые усы, весь такой статный. А Эврисфей прям супер задохлик. Он такой чмошник, но царь. Он же еще такой не очень хороший человек был, да, Эврисфей? Да, он был противный такой весь, склизкий, ну, продажный чиновник, скажем так. Хакасии. Нет, мы верим, что в Хакасии хороший чиновник. В данный момент там все нормально. В те времена в Хакасии было непонятно сейчас с государственной властью. В общем, Геракл приходит к нему и говорит, я должен тебе служить, и Эврисфей говорит, хорошо, тогда я... Чай и кофе? Тогда ты должен сделать 12 подвигов. 12 подвигов сделаешь, извиняюсь, не 12, он ему сказал 10 подвигов. Эврисфей сказал, ты мне должен 10 подвигов, и тогда я тебя освобождаю от твоего обещания. Геракл такой, окей, какие проблемы? Я боялся, что 12 будет. А тут всего 10. Начинаются подвиги Геракла. Давайте просто тезисно. Первое задание Эврисфея нужно было убить немейского льва. Это мы все знаем. Это мы все знаем. Геракл пришел, убил. Голыми руками. Голыми руками. Шкуру снял. Ходил с ней. Надел на себя. Всем говорил, что Зара. Хотя по факту Хакаскилев. Ну броник это по факту уже был у него. Да, там была шкура непробиваемая, все такое. Второй подвиг — Лернейская Гидра. Кстати, вот как раз его не засчитали, потому что ему помогал его племянник. Гидра — это дракон, наверное, да? Многоголовый. Многоголовый. Змей Горыныч, короче. Ну да. Вот он убил Змей Горыныч. Только прокачанный. Прокачанный. Потому что там типа отрубаешь и две. Да, ядом она... У него просто отрубаешь и до свидания. Короче, на самом деле Гераклу было просто скучно идти эту Лернейскую Гидру убивать. Он позвал своего племянника. Ему не засчитали. Типа, ты должен подвиги проходить в одиночку. Он такой, окей, ладно. Следующий подвиг — это... Ой, ладно, пофиг. Короче, с подвигами все понятно, да? И еще десять. И еще десять, да. Ну, могу сказать, которые ему еще не засчитали. Давай, которые не засчитали. Ему не засчитали Авгеевы конюшни. Авгеевы конюшни. Знаете такое? Изречение. Да, да, да. Ему нужно было прийти к царю Авгею и очистить его конюшни. А там срач. Там был срач, там никогда не убирались, огромные конюшни. Как в комнате у подростка, собственно. Мы такими типичными штуками мысли. В комнате у подростка. Иди приберись там. В комнате у Афины. Несмотря на то, что я сексист, да? Мы знаем из прошлого выпуска. Да. Ты готовый, хороший отец. Короче, там Геракл просто, чтобы вот это все вручную не убирать, как у леса все вот эти, он перенаправил русло реки и все смыло. И ему сказали, ну нет, так не честно. Ага, ничтого. Да, ты не сам, не своими руками. И в итоге не засчитали конкретно этот подвиг, поэтому их было 12. И не оплатили, собственно, получается. Не оплатили ни копеечки. В бухгалтерию не пошло. Потом он этому Авгею, конечно, вообще... Засрал обратно все. Ну нет, он убил его, всех его сыновей. Оставил дочку только. А с дочкой хазыч он там сделал. Не, он оставил дочку, чтобы типа ты следи, чтобы здесь чисто было. Наверное. Потому что девушка, она всегда будет в комнату в порядке держать. Ты идеальный отец. Пытаюсь как манжут. Во второй плюс. Ты пытаешься перед подписчиками оправдать за прошлый выпуск. Да, да. Спасибо. Да, вот так вот. Короче, дальше были быки Гериона. Ну там тоже неинтересно, там просто всех победил. Рейдерский захват какой-то. Да, были яблоки Гесперид. Про них можем вкратце. Я даже не знаю, что это такое. Тогда напомню. Это одиннадцатый подвиг. Геракулу сказали, нужно достать яблоки Гесперид. У титана Атласа, который держал небосвод по греческой мифологии, то есть небо держал специально обученный титан. Он держал. У него был свой сад, в котором росли эти яблоки. А яблоки какие-то там вообще наблатыканные. Молодильные. Молодильные, красивые, сочные. Антоновка. То, что мы с вами пьем в соке добрый. Ты что, обалдел, что ли? Опа! Ничего там не вылаживайте. Не надо. Нам вот добрый, значит, это самое. Хотите? Будет все по-доброму, не хотите? Будет по-плохому. Будет по-плохому все. Короче, сад охранял дракон. И Геракл посмотрел на этого дракона. Такой, нафиг надо. Подошел к Атласу. Атлас говорит, дай мне, пожалуйста, этих яблок. Тот говорит, ну как я тебе дам? Иди вон, дракона пройдешь. Геракл, нет, дракона не хочу проходить. Давай я, говорит, небосвод подержу. Ты сходи, сам возьми. Титан такой, с кайфом. Неплохо. С кайфом схожу. Титан пошел. Покурить. Отдал небосвод. Принес Гераклу яблоки. Да не, мне кажется, он не сразу принес. Не, явно не сразу. Типа, если бы я такой стоял, держал небо, тут приходит чувак, дай я подержу. Так, пошел там, в кафешку сходил бы. Я думаю, он сходил там к русалкам. Да, да, к девчонкам там, туда-сюда, свои дела занялся. Плохой ты отец, Эдар. Чему ты учишь детей? Я учу, что всегда, никогда не делайте работу в одиночку. За кого-то? Чего? Нет, команда всегда должна быть, которая вас всегда поддержит. Слушайте, а вы точно русский? Короче, какие-то слишком умные мысли. Ладно. В общем, ладно. Подержал он небосвод. Он стоит, держит небосвод. Атлас такой подходит, говорит, вот эти яблоки твои. И Геракл такой, ты можешь еще немножко подержать? Атлас у него спрашивает, можешь еще немножко подержать? Я, говорит, тебе сейчас еще что-нибудь принесу. Геракл такой, да, я, говорит, могу. Ты, говорит, только пока подержи, я себе, говорит, хоть подушку подложу. Ага. Титан такой, ладно. В общем, отдал он небосвод Титану, забрал яблоки и ушел. Обманул. Обманывать плохо. Дорогие детишки, не будьте как Геракл. Даже детишки смотрят, да? В том числе. Благодаря тебе. У нас 6 плюс контент. Да. 6 плюс? 6 плюс. 7 лет можно, да, уже? 7 лет спокойно. Про измены. Про измены. Про убийство детей. Убийство детей. Ставь лайк, если тебе 7 лет. После 12 подвигов. Так. Что было дальше? Жизнь-то его не закончилась, да? Жизнь его не закончилась. Нам нужно додумать сейчас, что было, да? Он сделал. Давайте предположите. Правда. Правда что? Он еще раз женился. Потом, значит, жил и пошел на Олимп. Типа, я же все сделал, я бог теперь. Так. Ваша версия? Я думаю, он все-таки приобрел какие-то... Яблони от яблони недалеко падает. Может быть, он тоже где-то что-то изменил кому-то. Как вариант. Или открыл ИП. Ну, тут как бы... Ну, детей он уже загасил. Что-то новое надо. Разнообразить жизнь. Типа, с детьми у меня уже не получается, я так больше не буду, да? Ну, новая женщина, новая. Ну, вообще, короче, не знаю. Он прям круто поменял свою жизнь, ты думаешь? Кардинально. В бухгалтерии устроился. Данила ждет, когда закончится наша версия. Да, да, да. Очень классная версия. Пока все правильно, нет? Пока один в один. Один в один. С ИП вот прям в точку. Как греки мыслим. На самом деле? Нихрена. Нет? Нет. Там произошла такая история с царем Эвритом. Эврит устроил у себя чемпионат по стрельбе из лука. Ну, как это было принято. Это же обычный ИП-шник, да? Да. Чемпионат по... Царь Эврит, например, устроил чемпионат по стрельбе из лука. И сказал, что тот, кто победит на этом чемпионате, тому достанется в жены моя дочь Иола. Иола в этот момент такая, что? Руки. Руки. Играем. Заряжаем. А Геракл-то, ну, как бы у него жены нету, как мы помним. Он такой, пойду постреляю, что там? Что, из лука не стрелял? Да, она прикольненькая такая вся, чекулечка. В инстаграме я прочекал сразу. Все, понравилось она ему. И, естественно, Геракл побеждает на этом чемпионате. У него опыта-то. У него опыта много. По гидрам по всяким стрелял. Львов растерзывал. Все это имеется. Побеждает он в этом чемпионате. Но еврит ему говорит. Не, я тебя в жену не отдам. Я тебя не отдам. Обманул. Да. Как вот устраивают же конкурсы в инстаграме. Да, да, да. Выиграй 12-й айфон. Все, вот тебе гелик. Нет, не гелик. Отмена. Считай мелким шрифтом в договоре. Геракл расстроился. Ну такой, ну ладно. Окей. Я просто пострелять приходил. Так не очень-то надо. Не, ему понравилось. Ему понравилось. Но он расстроился и ушел. А через некоторое время у еврита похитили его стада. Интересно, кто? Интересно, кто? Цыгане кто? Он тоже. Он, кстати, тоже. Он подумал на Геракла. Но на самом деле Геракл не воровал. У меня алиби. Я в ночном клубе был. Не, у него не было алиби. И просто, короче... В общем, он подумал на Геракла и начал его хейтить за это. А старший сын еврита, он не верил, что Геракл мог такое сделать. Потому что подвиги уже слава, в принципе, погреться и идет. Что он не какой-то там... Он был фанатом, короче. Да. Ну не может быть такого, что Геракл опустился до кражи. Типа не зашкварится он так. И во время поисков Геракла Эфид забрел в крепость, где жил Геракл. Он жил в крепости Теринф. Она называлась Теринф. И, в общем, он к нему пришел, вот этот сын еврита, пришел, сказал, Геракл, на самом деле, ну, я верю, что ты ничего не делал. Геракл такой, братан, все клево, все классно. Батя, скажи, пожалуйста, об этом. Батя, скажи. А то и в бенгах уже четвертый год. А он еще больше, борода у него, все вот эта фигня. И в этот момент Гера, сидя на Олимпе. Как обычно, блин. Как обычно. Она такая, насылаю безумие. Опять? Да. И мы оба впадаем безумие. В общем, Геракл не знал, что вы у вас пройте, и он убивает Эфита. Просто какая-то вообще. Ну, Гера ему кровь вообще всю жизнь. Почему она сразу нет? И все. Женская месть подается холодной. Да, вообще жестко. Женская только. Это какой-то секси. А мужская какой теплый. Да мужик просто, типа, ну, один разок в рожу дал и забыл. Мужчины не мстят. А это прям вообще. Не мстят же мужчины. Ну да, я говорю, как-то это все быстро у них проходит. Что, правда не мстят? Ну, я что-то так прям вот не стал. Ну, не как Гера, понимаешь? Не, ну, Гера, да. Вообще просто апогеи вместе. Она уже все рамки. Она уже сама на себя нагнала безумие какое-то. А типа, Зевс ей ничего за это не делал. Типа, он... Блин, ну... Типа, ты что? Ну, да, ну, сын мой нужен. Ты что ты гонишь-то на него? Я не знаю. Мне кажется, Зевс очковал ее, короче. Как нормальный муж, да? Да, он просто боялся ее, и поэтому... А, на самом деле, Зевс, ну, не понял, что это Гера опять наколдовала. И Зевс наказал Геракла болезнью, короче. Ему еще и болезнь прилетела сверху. Ему еще прилетела болезнь, да. И опять уже страдающий Геракл, потому что, ну, он бессмертный, он умереть не может, но он, типа, все время болеет с насморком. А у него диарея просто. Диарея и насморк. Лучше убей! Он чихает и оп. И в общем. И опять Авгеева конюшня. В общем, он в этих страданиях отправился в Дельфы, в Каракулу. Опять. Типа, что делать? Что происходит-то вообще? Да, что происходит? Дайте мазь какую-то. Ему мазь не дали. Ему сказали, что ты исцелишься, если продашься в рабство. Опять. Жесть. На три года. А вырученные деньги, которые ты заработаешь на этом рабстве, ты отдашь ивриту как выкуп, ну, типа, за убийство его сына. А он, типа, по-любому был дорогой раб, элитный, потому что он считает, с бэкграундом офигенно. Ну, наверное, типа, на нем можно было пахать все вот эти поля, там, его отправлять на какие-то там специальные задания. Боевые вообще задания, по факту, он же бессмертный. И таким образом Геракл становится рабом царицы Омфалы. Видишь, только царица смогла его себе позволить. Да. Дорогой был. И что, в общем, что было у этой царицы Омфалы в рабстве? Что происходило? Ваши версии. Так, мне кажется, что это, ну, первая версия, она его в секс-рабство взяла себе. Так. Потому что она царица, он герой, бог, типа, все дела. Подкачанный. Вот. Вторая, мне кажется, что она просто жестко его на войны отправляла. Потому что, ну, это имба. Типа, отправишь бессмертного чувака, он по-любому всех победит. Вот. Ты что думаешь? Соглашусь. Продолжай. Окей, вот две версии. Это самая Омфала. Одевала Геракла в платье, а сама одевала его доспехи. И снимала тик-ток. Вот эту львиную шкуру. Ага. И типа ходила перед ним. Я Геракл, а ты царица. Ролевые игры. Были ролевые игры. Это реально у Гомера так и написано. Это не Япония. Это не Япония. Не, мне кажется, просто от власти кукуха едет просто. Игрища-то японца-то очень сильно сейчас популяризирует. Популяризирует? Да. Ну, то есть там это все нормально. То есть рабочий человек, он уставший, он может зайти в специальную комнату, где кто-то будет Гераклом в юбке. Ну, может быть. Но кукуха съехала в этой... Ой, она вообще была интересная. Она из своего дворца... Это как будто не про древние мифы, но записки психбольных просто. Просто как будто новости Саратова обсуждают. Вот просто на секундочку представьте, что величайший вот этот философ, писатель Гомер писал как... Ну, то есть у него же сначала шли вот эти подвиги, да, где он там герой, где все классно. И потом он сидел такой, блин, что дальше было? И покупают книгу. И его переодевали в платье. Это явно кризис был у Гомера. Если без шуток, понимаете, да, почему я говорил, что это все-таки трагедия? Ну да. Но просто после такого бэкграунда, когда ты вообще вот кумир всех и вся... Да, его как бы опять опускают. Вот такое скатится, да. Она его из своего дворца очень редко выпускала. И во время одной из таких отлучек, ну, то есть, когда она сама куда-то уехала... Геракл свалил? Да. Не-не, на спящего Геракла, он спал у нее в дворце, напали карлики. Она вообще какая-то двинутая. Ну да, то есть она подговорила карликов, чтобы они на него... Да-не, сам факт, что у нее, вот смотри, в Рабах были карлики, герой. Я не удивлюсь, если там какой-нибудь сейчас возникнет страус и еще что-нибудь там. А были, сто процентов. Страусов там хватало. Максимально необычный контингент у него в дворце ходил. Сейчас ощущение, что не Гомер, а Маркиз Десат рассказывает предложение мивов. Окей. К сожалению, не знаю, кто это. Я тоже. Это очень хорошо, ребятки. И не знаете никакого. Вы никогда не читали, да, его произведение? Нет. Но это порнография в книге просто. А-а-а, похабщина какая-то. Похабщина. Какая-то похабщина. А ты читал. А я читал. Потом расскажешь. Да. За камерами. В общем, Геракл переловил этих карликов. Но потом он их отпустил, развеселенный их кривляниями. Они реально нападали, а он думал, что кривляются. Ой. Какие милые. Как тебя сейчас... Потом вот прям по тексту дальше. Затем Геракл пришел к царю Селею, который пытался заставить его работать на виноградниках. Как и других иностранцев. Это важно. Класс этот, асфальт. Как и других иностранцев. Разгневанный герой вырвал все лозы и убил царя. Я тебе что тут? Прикиньте, накипело. Вообще же. В платье потусовался с карликами. А попал царь последний за это. Просто вообще. В общем, во время рабства Геракл принял... Ну, в конце уже рабства он принял участие... Ислам. Вот это был бы неожиданный разворот мифа. Вообще, в походе аргонавтов, когда за золотым руном, помните такую штуку? И, в общем, три года прошли, и он освободился. Жесть. Подожди, аргонавтов... Это там разве он был? Одиссей. Персей или другого? Там была вся туса. Кстати, Геракл — это внук Персея. Да. Ооо, вот это прикольно. Зевс вообще занимался, получается, Евгеникой какой-то. То есть он выводил идеального героя. Алкмена, получается, дочь, да? Персея. Подожди, Алкмена — это, получается, внучка или племянница Персея. Ага. А уже... Ну, короче, Геракл потом... Родственник Персея, да. Видимо, Зевс, ну, специально... Типа, он реально пытался создать. По одной версии, типа, ему хотелось, чтобы... Род людской. Род людской, типа, был под защитой какого-то там, ну, крутого героя. Ну, знаешь, типа, вывод... Как-то вывод... Ждение... Евгеника? Ну, Евгеника, в общем, этого самого классного человека. Это попахивает чем-то гитлеровским, по-моему, да? Молодой художник. Да. Ладно. У меня просто интересная реакция была. Ты меня напугал сейчас. Ну, не, ну, по факту, Евгеникой же занимались нацисты. Ну, да. Короче... И Зевс. Да, страшное дело. Кстати говоря, про Трою. А вы знали, что Геракл участвовал в Троянской битве? И вообще, Троянская битва — это нифига не исторический факт. Ну, это мифы, да. Не надо сейчас. Я кино смотрел, и ничего такого не было. Там был Брэд Питт, нормально. Ахиллес. Ахиллес. То есть существовал. Они на Геракла просто не нашлись. Кстати, Ахиллес... Чей сын, не помните, тоже Зевса же, да, по-моему? Ахиллес. Напишите в комменты, да? Нет, он сын Геры, по-моему. Потому что Гера его пошла и окунула. Не Зевс же окунула, а мать окунула. Ну, это жена его, вот, ну, типа, смертная жена окунула. А может, короче, напишите в комменты, мы... Мы что-то запутались. У нас здесь белое пятно. Да. В общем, Геракл участвовал, да, в Троянской битве. За кого? Ну, получается, за греков. За одесситов. За одесситов. Одесситов? Я такой, да, за одесситов. За которые с одессеем были. Команда КВН. То есть он против Троя был. Да. Вместе с Ахиллесом. С Ахиллесом, с Одиссеем. Одиссея, опять же, там... Да там вообще у них имбовая армия тоже была. Там была вообще... Как они вообще не завоевали ее сразу? В общем, после вот этого рабства Геракл находит себе невесту, которую зовут Дианира. С Иолой там все уже, до свидания, да? Вот с той дочкой, которая там луком. Не совсем, не совсем, не совсем. И после того, как вот он освободился от этого всего рабства, он пошел Эвриту мстить. За то, что тот так все-таки плохо поступил. Вот эти слухи запустил. Геракл в итоге убил его сына. Геракл пошел мстить. И, в принципе, он ему Иолу-то не отдал жены, да? Он его обманул. Геракл победил Эврита. И своей жене отправил пленных рабов. Среди этих пленных рабов были, ну, какие-то слуги приближенные. И они начали ей шептать на ушко, типа, а там вот Эола есть. И, скорее всего, Геракл, типа, с ней... Мутит. Мутит, мутит. В общем, его жена приревновала. Короче, убитый Гераклом в какой-то момент кентавр, которого он убил отравленной стрелой, он ей сказал, типа, вот если потеряет он к тебе чувство, если он перестанет тебя любить, ты в моей крови с ядом вымочи плащ и надень на него. Или укрой, когда он спать будет. И, значит, она такая подумала, что он ее не любит, и укрыла этим плащом. И, соответственно... Отравила его. Отравила насмерть. А он же был бессмертный. А это яд вот этой гидры, который даже бессмертный. Там вообще с бессмертностью, ну, очень странно. Там и бессмертные могут умирать. Кащея тоже можно уже было убить, в принципе, при желании. Это история про яйца и иголки? Иголка, да. Я сейчас, знаете, о чем думал? Отец Иолы, получается, организовывал вот эти вот боединки из лука, да, выстрелил из лука? Если бы Иолы и... Чемпионат Хакассии постребил. Да, если бы Иолы и Геракл, короче, сыграли свадьбу, прикинь, хебать и такой. Вот вам лук от горя и разлука. Такая свадьба, да, была бы. С вами стиль. Это было бы хорошо. Вот вам чай, чтобы не знали печаль. И приходит бабушка Иолы с цикла «Открытка большой» и зачитывает оттуда стихотворение. Цитирует Гомера, так сказать. Цитировала. А интересно, Гомер занимался такими, типа, ну, он писал крутые большие произведения, типа «Одиссея», «Илиада» и прочее. И, типа, ну, подрабатывал написанием на открытке всяких стихов. Сто процентов. Потому что, ну, я не думаю, что это, скажем так, он попал в свое время. Мне кажется, он популярным стал уже потом. Когда умер. Да. А подрабатывал, да, он писал там какие-нибудь... Сто пудо. На амфорах там что-нибудь писал. Глупости всякие писал. На заборах. В общем-то и все. Ну, Геракл умирает, естественно, Зевс его... По итогу, короче, он мирится с Герой. Зевс его принимает в боги. И ему там еще... Кто мирится? Геракл с Герой? Геракл с Герой. Знаешь, что она воплотила его идею в жизнь. Он умер. Вот теперь идем. Теперь я тебя прощаю. В итоге он стал богом. Ему там дали какую-то жену. Тоже богиню то ли красоты, то ли... Он, получается, три раза был женат, да? Раз, два... Ну, первых убил, потом вот это, которое его отравило. Да. Но с Иолой так и не вышло, да, у него? С Иолой нет. Там чисто было... Там законченная ветка. Да. Болезненные отношения. Болезненные. Токсичные. Токсичные отношения. В прямом смысле. Получается, да. А вот откуда этот термин. Токсичные отношения, да. Слушайте наш подкаст и становитесь умнее, как говорится. Вообще, если подводить итоги, я еще, кстати, не рассказал, что это Геракл освободил Прометея от орла, который его клевал печенью. Помните, да? Прометея — это чувак, который людям, типа, украл огонь в Олимпе и отдал его людям. Его приковали к скале, и орел или там какой-то коршун, птичка какая-то, она кусала его печень. Геракл освободил. Молодец. Да. Мимо проходил, да? Он просто, типа, шел немейского льва убивать. И ты такой, что за чувак? Можек висит. Пойду-ка. Нехорошо. А он, причем, даже не разбирался, типа, что, прав он, не прав. Типа, давай освобождаю. И все. Да, да. Как вообще вам? Что, давайте какие-то итоги подведем. Освежили знания, точнее, воспоминания, да, потому что как ты в самом начале сказал. Потому что я помню, как это все происходило, да? Не совсем так. Ты сказал в самом начале подкаста, что это было в пятом классе, то есть эти знания нам давали. Я вот не помню, что бы нам давали именно про детство и про то, как он, в принципе, ушел из этого мира, да? Я помню только 12 подвигов. А, по-моему, о них только речь там и шла. Не, про смерть я помню, да. То, что его плащом укрыли, что он там, типа, жгло его кожу, он там все это рвалось. Но в итоге, да. Не, на самом деле, очень трагичная жизнь. Трагичная. Если без шуток, то, по сути, ну, прикиньте, ты постоянно находишься в каком-то состоянии, то, что на тебя богиня, может наслать безумие. В любую секунду. Мне кажется, ну, реальный человек, он бы, наверное, даже, ну, не смог заводить какие-то новые отношения, да, после первого же... Страшно. Да, просто потому что, ну, ты, наверное, боишься полюбить, потому что твои близкие постоянно под угрозой. Он как Бэтмен должен был скрывать свою личность. Блин, точно. И Гера бы не поняла, да. Окей, сделаем. Она же богиня суперзрения, в принципе, да. Или какую-то пластическую операцию, что ли, сделать. Типа разулю. Разорвать себе полщеки просто. Хотя бы побриться элементарно, но уже что-то было бы. Ну, да. Чувствуется, что какие-то вещи, которые люди не понимали тогда, как, например, как держится небо, да, почему, если гром, значит, кто-то есть, но стоят на ней. Вот это прям чувствуется, и Гомер вот это вот, ну, так или иначе... Описывает. А в каких годах это вообще было написано? Гомер, когда жил он? Камон. Гомер же это, ну, реальный человек, это же вымышленный персонаж. По ощущениям, три тысячи лет назад это было. Не так-то давно, а санглит. Это две тысячи лет до нашей эры, да? Тысячи лет до нашей эры. Тысячи лет до нашей эры. Не так давно. Ну, нет, в целом, вот в масштабах... В рамках вселенной? Да, да, да. В рамках тираннозавров, типа, да? Да, даже тираннозавров не было. Не, ну, прикинь, за три тысячи лет, как сильно поменялось мышление, имея в виду прогресс, как нас сильно изменил. Но при этом, насколько видишь, мы в течение всего вот этого рассказа находили параллели, как сейчас все это происходит, о том, что женская месть... Все так же. Людская суть, она не... Людская суть, да. Все так же, вообще ничего не поменялось. Три тысячи лет прошло. Да, это правда круто. Ну, и типа, прикиньте, как они описывали психические расстройства, да? Безумие. Это, наверное... Одно слово было. Да нет, это, наверное, Гера наслал. Не просто безумие. А, причина, причина. Да, искали причину, ну, причинно-следственные связи. А может быть, он просто бухал, и была белая горячка у него? Да, вполне возможно. Гера наслал. Гера наслал. Не Дионис же, правильно? Дионис все нормально. Хорошо делал. Прикинь, мы посмотрели ваши анализы, и, в общем, Гера наслал. Клиника 3000 лет назад. Платная. Частная. Частная клиника. Гера наслал диарею. Садите в Дельфы, если дойдете. Слушайте, чувствуется, да, что скандинавская мифология и греческая, они прям чем-то похожи. Они очень пересекаются, да. На самом деле, мы опустили сегодня очень много всяких штук, где они воевали, где он там побеждал всяких чудовищ, монстров. Но, опять же, это вот, как сказать, ему постоянно надо было куда-то идти далеко, где обычные люди не жили. И там гидры, и там львы, и там драконы, там еще какие-то штуки. Поэтому там люди не жили, потому что там гидры, драконы и прочее всякое количество. Хотя греки, они были, по-моему, супер бесстрашные. Вот я даже себя здесь зафиксировал один момент. В общем, есть такой полувымышленный факт. Когда Филипп Македонский, это отец Александра Македонского, подошел к стенам Спарты, он направил спартанцам послание, в котором говорилось, дословно читаю, «Я покорил всю Грецию. У меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что, если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я пробью таранами ее стены, то беспощадно уничтожу все наследие и сравняю город с землей». На что спартанцы ответили, «Если». «Ор». «Ор». По-моему, нет. «Ор» вы еще гор. «Иф». 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 Не, ну, спартанцы вообще очень мощные чуваки были. Это был регион Лакония, и от этого вымысла…» «Пошел паблик пацанский какой-нибудь». «Нет, пошло слово лаконичность». «А, коротко сказать, но так, чтобы все понятно было». «Да». «Мужской ответ». «Не, ну, Филипп тоже надо отдать ему должное. Он же переживал, что, типа, вот давайте, ребят, мы вашу легенду о том, что вы несокрушимый, не будем портить. Типа, мы не будем вас завоевывать жестко. Типа, давайте мы, типа, объединимся». «Слава богу, не он стоял на воротах, открыл бы, да». «Не, Филипп вообще…» «Он бы сразу…» «Давай, открывай, открывай. Я ему верю». «Хороший парень. Хороший». «Хороший, хороший». «Честно». «И чтобы вот этот вот момент также немножко подытожить, был такой момент среди спартанских чуваков, я не помню, что это был за царь, но когда спартанцы… когда Греция, наверное, в целом сражалась с персами, был один такой момент, когда пришел гонец и сказал, у них, говорит, очень много лучников, они просто выпускают за раз там пять тысяч стрел, на что этот царь сказал, «Тогда мы будем сражаться в темноте». «Е-е-е-е, прикинь». «Безумно, может быть?» «А, типа пять тысяч стрел, что они закрывают солнце?» «Они закрывают солнце». «Значит, будем сражаться в темноте». «И тут рэп такой…» «Вот это рэп». «Вот это рэп». «Ставь лайк, если хочешь, альбом от Рустама, рэперский про спартанцев или…» «Спешл English for you». «Давай мы Гомера, типа, переведем и сделаем рэпчиком». «Давай-давай». «Давай про Гомера сделаем рэпчик, да». «Все». «Все? Классно посидели?» «Вообще супер». «Супер». «Друзья, вам спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, где мы неправы. Пишите, о чем мы можем поговорить в следующих выпусках. И напоминаю, что мы теперь появились на Яндекс.Музыке, на Apple подкасте. В общем, везде, где есть подкасты, ребята. Везде, да. Все, спасибо. Целуем, обнимаем. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова